К Земле несется астероид по размерам, похожий на Тунгусский. В эти дни астрономы Пулковской обсерватории подтвердили приближение тела со сложным именем 2012 ДА-14. Ровно через год астероид диаметром 50 метров пролетит на высоте 26 тысяч километров ниже орбиты спутников Земли. Его траектория и еще может измениться. Столкновение с нашей планетой пока не исключается. Мы должны отслеживать каждое конкретное тело и последствия столкновения с этим телом. Вот пока мы плохо к этому подготовлены. Если говорить о телах опасных размеров от 50 и более метров выше, то наши знания ограничиваются только одним процентом таких тел. Огромную часть малых по космическим меркам объектов, которые стремятся к Земле, нельзя заметить даже при помощи самого современного телескопа. Метеорные потоки идут от Солнца и не видны в оптическом диапазоне. Их называют тауридами. Возможно, из такого потока вырвалось тело, упавшее в районе реки Тунгусский в 1908 году. Вполне возможно, что именно в этом потоке есть еще такие тела, может быть, большего даже размера. И в этом плане тауриды нужно изучать. Пока этого еще никто не делал. В 2002-м подобное тело едва не принесло беду. Так называемый Витимский болид упал в 700 километрах от Иркутска. Ученые предполагают, что это был вовсе не метеорит, а обломок кометы, который состоял из смеси льда или из замерзших газов. После его падения образовались токсичные вещества, опасные для человека. Витимский болид не такой большой, но его не заметили, когда он летел. Астероиды, кометы, у которых наклонение орбиты большое, мы их просто не знаем. Падение тел из космоса обходится без человеческих жертв. Но это пока. Самая крупная, размером 20 километров, когда-то упала на территорию Южной Африки. Теперь это кратер Вредефорд, диаметром 300 километров, с городами и селами внутри. А вот комета, столкнувшаяся с землей в районе мексиканского полуострова Юкатан, повернула ход истории. Это произошло 65 миллионов лет назад, и обычно с этим связывают сильные изменения, очень существенные изменения в биосфере Земли. Поскольку до 80% всего живого тогда погибло на Земле, падение тел размером более одного километра приводит к последствиям глобальным, неважно, где оно упадет. У человечества еще есть шанс изучить этих незваных пришельцев. В 2036 году Землю ждет встреча с уже наделавшим много шума астероидом Апофис. 400 метров в диаметре, больше авианосца. Мы должны быть к этому готовы, мы должны уметь его исследовать очень быстро, мы должны дать рекомендации, какое решение принять, что с ним сделать. Либо попробовать отклонить, либо попробовать уничтожить, либо эвакуировать население и ждать удара, готовиться к минимизации последствий. Роскосмос готов взять под контроль космического убийцу. В недрах конструкторских бюро разработали план отправки к Апофису сначала радиомаяка, а затем космического аппарата, который смог бы отклонить астероид от траектории. Нужно туда прежде всего привести радиомаяк, который бы нам позволил определить его координаты точно. И второе, конечно же, и вторую задачу, это исследование Апофиса как небесного тела, тоже очень интересно. Чтобы успешно прогнозировать астероидно-кометную угрозу, наша страна готовит сеть мощных телескопов для постоянного контроля всей небесной сферы. Это будет вклад России в дело безопасности планеты под названием Земля. Ни одна страна в одиночку вряд ли сможет справиться с такой крупной, серьезной задачей, поскольку каждая страна ограничена какой-то территорией, то, естественно, глобального наблюдения только с территории одной страны как бы не получается. Да и вообще достаточно дорогая, сложная и теоретически, и практически эта задача, плюс финансово емкая. В этом году, вопреки многим предсказаниям, столкновений с крупными астероидами не ожидается. Но космос не предсказуем. В сентябре Землю ждет, как говорят специалисты, идеальная солнечная буря. Небывалый выброс солнечной энергии. Резко ухудшится здоровье людей, многие приборы могут выйти из строя. При мощной вспышке могут замкнуть провода линии электропередач. Я уж не говорю о менее изученных проблемах воздействия на биосферу, на людей. Здесь очень много пока до конца не ясного, но это тоже может повлиять, скажем, повышение случаев инфаркта, повышенное число самоубийств. И все же глобальные катастрофы в ближайшее время ученые не ждут. Апокалипсис по календарю мая, к которому весь мир так активно готовится, в декабре этого года, похоже, не случится. Этой отсрочкой человечество обязано воспользоваться. Продолжение следует...